Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера индекс Мосбиржи достиг исторических максимумов. Смотрите, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив значение 2380 пунктов. Что это значит? Это значит, что акции крупнейших российских компаний выросли. Мы последние дни, последнюю неделю на чате выпускников моего курса наблюдаем с радостью, как растут наши вложения, наши инвестиции. Смотрите, что происходит. Доллар резко вырос, упал. Те, кто купил доллары в момент взлета, они пролетели, потому что еще долго придется ждать, пока доллар дорастет до той цены, если он вообще до нее дорастет. Что касается тех, кто вложил деньги в банк и держит их там, то они в рублях. Да, они растут с определенной доходностью, но она просто маленькая. Здесь, ребята, которые сделали правильные инвестиции, 10% рост за август, за месяц. И мы все наблюдаем, как растут наши инвестиции. Просто вот это здорово. Почему так происходит? Потому что есть рубль, это валюта. Есть доллар, это тоже валюта. То есть есть соотношение между долларом и рублем, а есть акции. Акции – это отдельный инструмент финансовый. Это инвестиции. Акция – это доля в стоимости компании. То есть вы, когда покупаете акцию, становитесь соучредителем, совладельцем этой компании. А компания – это количество акций. Изменить нельзя. Их нельзя напечатать как рубли или нельзя напечатать как доллары. Это акции. Их выпуск зафиксирован. Количество акций определено. Все. Их можно только дополнительную эмиссию сделать. Но это очень сложная процедура. И это во-первых. А во-вторых, если дополнительная эмиссия производится, то она сопровождается дополнительными вложениями в активы. Это не просто так. И акции – это, я говорю, доля собственности. Что произойдет, скажем, с недвижимостью, когда доллар растет или рубль падает? Ну, недвижимость, по идее, должна расти, но, с другой стороны, она зависит от спроса на нее. И поэтому недвижимость не растет, когда доллар растет. Недвижимость не всегда растет, потому что это связано со спросом. А акции компании, они доступны для инвесторов извне. Для инвесторов, которые вносят валюту. И, ну, что такое акции Газпрома, например? Газпром – это он владелец скважин, он владелец месторождений. У него есть лицензия на месторождение. И он добывает этот газ и поставляет поставщикам за доллары. И если рубль упал, то просто, значит, цена-то в долларах не меняется. Цена в долларах за газ идет в долларах цена. И доллары поступают. И лицензия на месторождение поэтому оценивается в долларах. И просто Газпром при этом получает больше прибыль. И стоимость акций растет. И вот мы наблюдаем, я говорю, последнее время. И владельцы модельного портфеля могут подтвердить, что модельный портфель последнее время подрос. Он не мог не подрасти, потому что в него входят акции крупнейших компаний, многих. И те акции, которые как раз имеют потенциал роста. Потому что модельный портфель, он создается по советам аналитиков, которые проверяют. Смотрите, что стоит за акциями. Какое у них соотношение между долгом и активами. То есть не закредитованы ли эти компании. Поэтому акции, по крайней мере, на прошлой неделе точно абсолютно были лучше, чем депозит, лучше, чем доллар, лучше, чем недвижимость. Понимаете? Поэтому в этом надо разбираться. Это фондовый рынок. В него надо вкладывать, в нем надо разбираться. Как разбираются люди практически во всех развитых странах. У них у всех есть инвестиции в фондовом рынке. Потому что все идет к тому, на вкладах в банки, там у них уже в Европе нет просто процентов. Ноль. Депозит там, ну не знаю, минимальный процент. Понимаете? И у них единственный выход инвестировать деньги только в фондовый рынок. И мы неминуемо придем к тому же. И те, кто сейчас начинают инвестировать, окажутся в плюсе, потому что они будут понимать, что такое фондовый рынок, ориентироваться в нем и находить наиболее надежные инструменты. Поэтому, ну ребята, сколько можно говорить, давайте начинайте инвестировать, заводите брокерские счета. А если вы в этом ничего не разбираетесь, у меня есть шикарный курс, биржа для чайников, который вот я прямо сейчас провожу. И помогаю людям войти вот в фондовый рынок подробнейшим образом именно для чайников. Сейчас вот мы занимаемся, и многие люди уже бегут вперед паровоза, давай, давай, я хочу здесь, значит, там, они уже установили терминалы самостоятельно, они уже начинают торговать, а потом говорят, слушай, а я не знаю, как поставить стоп-заявку. Я говорю, ну подождите, дело в том, что курс для чайников, то есть есть люди, которые торопятся, но есть люди, которые не успевают, поэтому здесь надо, ну, как-то терпение набраться. Там совсем немного, всего месяц курс длится, поэтому, ну, все будет понятно, потому что, ну, вот человек говорит, я поставил стоп-заявку, не могу поставить тейк-профит. А там есть очень интересный нюанс. Если их поставить, например, в розь, стоп и тейк-профит, они могут сработать одновременно. И если такое произойдет, то получится, что акции куплены в шорт, и можно влететь в убытки. Очень тонкий момент, я об этом буду рассказывать на курсе, это не типичный, потому что это... Многие ошибки так делают, вот, то есть поставил стоп, поставил тейк, и все хорошо вроде бы, да? А на самом деле нет, и были у людей потери. Я об этом рассказываю на своих курсах, и таких нюансов очень-очень много, поэтому, ну, я просто рекомендую начальный курс, начальный курс биржа для чайников пройти. Потом можно уже идти к тем людям, которые предлагают более дорогие курсы, они там все профессионалы из себя, но по опыту люди говорят, которые туда уже шли, там за 50 тысяч брали курсы, за 150, они говорят, что... Да, конечно, там, ну, информация более профессиональная, но вот без этого курса, без начальных знаний, в общем, ну, те курсы бесполезны просто. Поэтому, друзья мои, оставайтесь на моем канале, начинайте инвестировать, делайте какие-то вот выводы. Фондовый рынок надо понимать и надо инвестировать. Вы видите, он лучше, чем доллары зачастую, лучше, чем рубли. Отбросьте все эти какие-то предубеждения о том, что вот акции могут упасть. Да, конечно, они могут упасть, но не до нуля, ребята, не до нуля. Они не могут расти безгранично. Кто-то говорит, могут, потому что компания пока существует, она заинтересована в прибыли. Пока компания получает прибыль, акции будут расти, вы понимаете? То есть доля, акции – это доля ваша в компании. Компания получает прибыль, ваша доля увеличивается. Все. И вы получаете еще дивиденды. Это надо понять. Надеюсь, это видео было полезно. С вами был Демитков Юрий. Ну, а ссылку на курсы вы видите, естественно. До встречи.